всем привет вы на канале убиваю bpm олег нечипаренко он же кизару уже очень долгое время является востребованным артистом на российском хип-хоп рынке помимо музыки которая полюбилась слушателям и своеобразного характера кизару отличался всегда тем кто уделял особое внимание стилю в этом видео мы поговорим о том как менялся стиль кизару но перед тем как мы начнем хочется посоветовать вам крутую вещь hustle.rf это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам в ассортименте более трех тысяч моделей кроссовок и все в наличии на сайте только реальные отзывы покупателей магазина которые можно проверить удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер самое главное у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении также только для наших подписчиков действует промокод bpm дающий скидку аж 30 процентов заходи на проверенный магазин и убедись сам ссылка в описании под видео ну а мы начинаем для многих рэп-артистов внешний вид это очень важно нередко рэперы используют дорогие украшения для создания и поддержания своего образа помимо этого конечно же есть татуировки у некоторых рэперов от тату не остается на теле ни одного живого места давайте же с татуировок и начнем разберем и не все однако самые известные кизару как и многие реп-артисты забил свое тело рисунками над бровью рэпер набил тату на испанском которая в переводе на русский язык означает шеф как говорил сам олег это напоминание об испанской тюрьме в которой рэпер получил немало жизненных уроков снежок да это снежинка снежинка и коса что это значит но а каждая татуировка имеет свое значение коса имеет значение то что я буду срубать харвист лавэ до конца своих дней это это коса снежинка это то что я из холодной страны из россии также на груди у рэпера изображен rpg а на другой крест когда он родился бабушка подарила ему золотой крест который он потерял в 9 лет из-за потери драгоценности она была очень расстроена поэтому олег набил точный эскиз креста у себя на груди если вам интересно узнать про татуировки рэперов и в том числе про татуировки кизару то пишите в комментариях и мы сделаем отдельный ролик как мы уже рассказывали рос олег не бедной семье его мама была владелец магазина брендовые одежды поэтому олег с детства привык ярким образом что касается одежды который выбирает кизару на период когда популярность рэпера только начинала расти а именно клип никто не нужен кизара отдавал предпочтение таким брендом как трешер globe и кроссовкам nike supreme kenzo adidas и другие ну и конечно же томми хиллфигер я хочу быть один и никто не нужен ты ничего не знаешь обо мне последнее же время на кизару можно выйти такие бренды как луи уитон и амири вообще кизару часто в соцсетях выкладывает фотографии где он в разных образах не это вызывает различные мнения в комментариях глядя на некоторые фотки складывается впечатление что перед тобой 15-летний школьник хайбист в общем олег хоть иногда и нацепляет на себя какие-то в целом интересные айтемы но в основном показывает собой идеальный пример того как имея огромные деньги вы можете одеваться как одевается каждый второй школьник из вашего двора учитывая конечно то что у кизару вещи оригинальные а у школьника скорее всего нет но не думаем что это плохо скорее это показывает олега как разнообразного индивидуального артиста который выделяется среди других вызывает разные мнения и это снова произошло совсем недавно но перед этим давайте поговорим про выбор прически кизару если брать совсем ранние годы то уже тогда кизару переходил от стиля к стилю например на этой фотографии у него трендовая прическа фэйт а на другой фотографии короткая стрижка не менее популярная среди рэперов тем более в то время период 2009 12 года рэпер наносит короткую стрижку под одну длину кэш который улетает на ветер это не предел впрочем в то время такой образ можно было часто встретить с 2013 года кизару делает себе дредлоки собственно в период с такой прической он и стал известен публике носил эту прическу довольно долгое время период 2021 года олег переходит на более строгую короткую прическу с которой ходит и по сей день однако недавно появился один нюанс ну и конечно же как обычно это вызвало бурю обсуждения в комментариях на что олег незамедлительно ответил там петухи за гукарек или нефоры это ваша душа это нефоры у меня все в порядке вы лучше бы следили за собой они за мной за своей жизнью пацаны следите потому что она вставляет желать лучшего отвечаю пис в одной из истории кизара показал распальцовку блац и сказал что двигается на этой волне вот на этой теме двигаюсь теперь чем снова вызвал бурю обсуждений однако и тут ответ не заставил себя ждать давайте еще сразу вам расскажу про распальцовку ребята типа я кидаю распальцовку потому что я имею отношение к тем или иным ребятам которые состоят до либо джейди либо в крипсах либо в блацах там и так далее лично я нигде не состою но я просто кайфую когда кидаю распальцовку и понятно что в штатах я бы не мог это делать и мог бы это делать только если бы реально имел отношение прям прямую но из всех вас маленьких я хотя бы знаю этих людей лично и с многими дружу и общаюсь а как вы относитесь к стилю кизару и к его изменения пишите мнение в комментариях а на сегодня это все подписывайтесь на канал и ожидайте следующие ролики всем пока